Сегодня бизнесмены презентовали современнейший авиационный ангар, построенный в 20 километрах от Красноярска. В нем планируется проводить сервисное обслуживание малой авиации края. При этом, по словам бизнесменов, это сервисное обслуживание будет на более качественном уровне. Современный ангар – один из этапов большого проекта частной авиакомпании. Бизнесмены планируют построить под Красноярском полноценный аэродром. На возведение ангара предприниматели уже потратили около 20 миллионов рублей. И теперь здесь будет базироваться весь авиапарк компании. Три десятка вертолетов и самолетов раньше обслуживали в аэропорту Черемшанка. Нужно нанести затраты за базирование, за обеспечение аэропортовое. В данном случае все затраты будут исключены. Ну и мы сможем непосредственно выполнять полеты со своей посадочной полосы. По словам бизнесменов, таких ангаров за последние два десятка лет не строил никто. На площади 800 квадратов оборудован и зал сервисного обслуживания, и две лаборатории технического контроля. Благодаря этому предприниматели надеются привлечь частных владельцев авиатехники и другие небольшие авиакомпании. По сути, авиаторы создают альтернативу государственным службам. Для того, чтобы, условно говоря, в морозных зимних условиях работать, на это требуется дополнительно больше времени. Это связано с двойным контролем, для того, чтобы не допустить ошибку. Несколько раз проверяется все это дело. А здесь, значит, эти процессы все будут протекать значительно быстрее. По словам экспертов, в крае вообще грядет рассвет малой авиации. Министерство транспорта страны в следующем году на развитие авиаперевозок планирует выделить нашему региону сразу 2 миллиарда рублей. Вы знаете, что сейчас в крае эксплуатируется техника, которая производилась в предыдущие годы, имеет 20-25-летний срок службы. Сейчас жизнь диктует требования по обновлению парка, по модернизации систем. Именно эти деньги и будут вложены в эти планы. Правда, большая часть денег достанется именно государственным авиакомпаниям. Участникам министерства планируют лишь увеличить субсидирование социально значимых перевозок. В остальном же авиаторам и впредь придется рассчитывать только на свои силы. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер 292-91-35. Артем Курчав и Сергей Кашин. Афонтова. Новости.